приветствую вас как-то вы все довольно таки скомканно как мне кажется изложили в своем тексте вроде бы есть проблема то же время вы простили вернулись работали у психолога это не восприняли перестали ходить то есть бросил терапию теперь вы боитесь остаться одна чувствуете что любите мужчину но при этом будем почему-то говорите что это внушение зависимость называется его моральным уродом я так понимаю вот и соответственно у вас в отношениях есть насилие знаете вот единственная реакция которая на это возникает у меня по крайней мере это что вы хотите с этим делать ну то есть в чем ваш вопрос если условно говоря к психологу я так понял вы идти не хотите вопроса конкретного вы не задаете чего вы хотите тогда от нас в чем ваш вопрос и так вы пишите живем с парнем два года раньше были не так разговорчивы с ним а теперь что теперь что теперь теперь вы стали разговорчивы с ним или что что то теперь ну вы вам как сказать вам вам правда закончить надо здесь потому что ну вы ее как мне кажется не закончили здесь то есть ну как бы теперь что что теперь произошло или что поменялось или что поменялось теперь но имею ввиду в ваших отношениях например что изменилось если изменилось поменялось дальше дальше так была проблема дрались до спея не доходил ну это конечно не хорошо что вы доходили до того но это можно разобрать как вы например приходили к этому к тому чтобы как вы оказывались в этом состоянии что вы друг друга били я так понимаю я так понимаю вот то есть это как мне кажется весьма важный момент это весьма важный момент вот ну потому что не просто же так вы в этом состоянии оказывались а следующее на что я могу обратить ваше внимание это то что между вами общих парнем вообще изначально что вас вместе с его как вы начали встречаться вот что вас объединяет и так далее потому что есть у меня такое подозрение что между вами как бы общего недостаточно как будто то есть вы как будто весьма однобокое что ли друг друга воспринимаете что-то вроде того мне так опять же кажется мне так видится не знаю как оно на самом деле не знаю как обстоят дела на самом деле вот вот дальше так теперь как оказалось он ходил в компанию с девушками но дорогая вопроса перед вот рот не ничего не было с этими девушками тебя люблю ты у меня хорошая но смешно тогда истерика и после последнего конфликта который был стремится на этот мир остались я бросил и вернулся но мне кажется что здесь вы скорее как то знаете проигнорировали вероятно конфликт сам сам то есть даже я бы сказал что вы продолжаете игнорировать конфликт потому что то что вы простили человека и вернулся на самом деле и вернулся на самом деле как мне кажется не особо чрезвычайно потому что без например без допустим разбора оснований для конфликта без разбора оснований для конфликта мне кажется даже особого прощения нет смысла потому что это жизнь не меняет а вы не пишите о том что что то решили вы об этом не пишите то есть у вас нет описания того что ну вы что то вы к чему то пришли к какому то решению да вот такого у вас нет в тексте вот а так в целом есть ощущение что вы чего то ожидали ну в отношениях вы чего то ожидали чего то ожидали это не сложилось это не получилось и вы обижены потому что ваше ожидание не оправдалось вот вопрос один из основных вопросов который как мне кажется можно задать это вопрос такой насколько ваши ожидания были оправданы и самое главное чего вам хочется потому что чуть дальше вы об этом говорите и как мне кажется говорите ну довольно таки хорошо об этом говорить чуть дальше так а такая обида сидит ну вот с обидой нужно бы здесь поработать вот то есть не а вот то что вы говорите да относительно того что вы были психологом то что она вам говорила вещи правильно а вы не воспринимали вот мне бы хотелось конечно спросить а что там с ним что-то мешало вам воспринять то что говорила вам психолог или что то есть ну почему вы не воспринимали это ну вот то что она говорила то есть память правильно вот наверное да я хочу просто как-то вот может быть лучше вас понять вот наверное есть причина почему вы не воспринимали то что она вам говорит конечно конечно может быть такая история может быть такая история ситуация что это просто не ваша психолог но мне бы хотелось конечно вот чтобы вы постарались ответить на этот вопрос да почему вы не не воспринимали то что она говорит и обсуждали ли вы как-то вот то что то что вам тяжело сложно воспринимать то что она говорит или вообще вы там не воспринимали то что она говорит вот то есть вот это это довольно важный момент на самом деле как мне кажется здесь а так дальше так а значит не помогло я на основе как теперь она очень спречно обижена на себя что не могу за собой руку и уйти а вы не можете уйти потому что вам вероятно ну вероятным словом чего-то хочется вот мне кажется в этом причина почему вы не можете уйти а чего вам хочется то это наверное такой эм довольно важный момент эм чего вам хочется что вы не можете не можете грубо говоря отказаться да вот того что ну можете получить если если останетесь если не уйдете вот то есть ну давайте как давайте давайте как-то подумаем разберемся вот попробуем разобраться попробуем поисследовать этот момент вот потому что это как мне кажется довольно серьезно вот и собственно было бы здорово если бы вы в этом разобрались вот я вот не знаю можете ли вы разобраться в этом самостоятельно самостоятельно вот честно говоря мне кажется что вы не можете ну понятно что может быть я не прав но вот кажется что вы не можете сам разобраться дальше так у меня у него сейчас осталась проблема не хочу дальше быть плохой а что значит быть плохой ладно плохой это какой плохой это думать о себе может быть плохой это последовать какие то может быть не знаю свои интересы может быть вы это имеете ввиду что значит плохой это кто определяет вот плохая вы или нет как вы это можете определить например что вы плохая что нет то есть как бы вот вам тяжело ну воспринимается что что вы плохая то это за счет чего чего всегда ли вы так вот болезнами реагируете на то что вы можете быть плохой вот откуда у вас это повезло что вы плохая так дальше конечно как бы дальше у меня было плохо я могу добиться без него не было плохо я могу добиться много не потому что мне счастлива потому что я знаю откуда знаете это просто страшно будет быть не как он говорит всегда да ну он может так говорить но мне кажется кажется что вы допускаете в первую очередь подобное ну в отношении себя на принципе то есть мне кажется что в известной степени в известной степени в известной степени вы в этом и повторюсь именно в известной степени это не все То есть понятно, что, понятно, что есть ещё основания, есть ещё причины, вот, но это, мне кажется, вот такой довольно важный момент, что вы сами так думаете, вероятно, вы сами так считаете, вероятно, вот, и весь вопрос, как мне кажется, заключается в том, откуда у вас такая позиция, вот, то есть, ну, почему, почему вы считаете, что, например, например, мусор, если там, допустим, верно, да, то есть, ну, вы же понимаете, что здесь, словно говоря, не столько, не сколько, желание быть с кем-то, допустим, в отношениях, сколько именно у вас попытка доказать как-то, что вы не кто-то, вот, то есть вас это беспокоит, беспокоит. А я хочу помочь вам разобраться в том, откуда вы это взяли, ну, то есть, как вы, там, условно, к этому пришли, да, как вы к этому приходите, или пришли, или приходите. Вот. Ну, прям, ну, прям, это важно. Так, боюсь, что найдет кого-то, и что будет, что произойдет, то есть, когда бы понимал, что это человек, который любит меня любить, просто за то, что я есть. А, вы себя сами любите? У меня, эм, такое ощущение, ловненько, что вы себя сами не очень любите, вот. Понимаете? Такая штука. Вот. Такое ощущение у меня возникло. Вот, откуда появляется эта потребность в том, чтобы вас любили. Вот. Именно вот, ну, именно, что-то потребность в том, как она появляется, как она образуется у вас. Вот. Это, мне кажется, это важно. Должен он, чтобы, ну, чтобы вы для себя как-то это вот посмотрели, и постарались бы раскрыть этот момент, потому что это важно в том. А, вот. Дальше. Дальше. Кажется, что люблю это в отношении зависимости. Спасибо. А откуда вы, почему вы решили, что это зависимость? Ну, ну, то есть, может быть зависимость, да, но вы так к этому пришлось бы с вами. То есть, память правильная. Я с вами не спорю, я не знаю, но я бы хотел понять вас. Я бы хотел понять, почему вы считаете, что вас зависим? Как вы к этому приходите, что вас зависим? Что указывает на то, что вы зависим? То есть тут, как видите, есть, на мой взгляд, противоречия, определенные, которые, мне кажется, на данный момент мешают вам, на данный момент не позволяют вам себе разобраться. Ну, опять же, да, как мне кажется. И, соответственно, в чем я видел бы помощь нашу? Ну, вот, в чем я видел бы свою помощь, например, вам, это в том, что будут обраться всем вам. То есть не пытаться вам что-то вот так, условно говоря, да, объяснить, да, что-то объяснять, не пытаться, а именно вот постараться помочь вам в себе разобраться в первую очередь. Наверное. Наверное. Ну, я не знаю, что-то не совсем понятно. Чего вы хотите? Вот. С... Ну... С... Вот. Вот. Поэтому вам нужно, мне кажется, сформулировать вопрос. Сформулировать вопрос свой, сформулировать вопрос свой... чего вы хотите. и дальше уже разбираться. Мне кажется так. Потому что в противном случае вы будете, может быть, по кругу так ходить, 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 ходить. Пока совсем не истощитесь, пока совсем у вас не пропадут силы бороться, стоять на страже своих интересов. Вот, вы совсем не разочаруетесь, там словно говоря, ну, пока вы совсем не разочаруетесь в себе, в людях, может быть, в мужчинах даже. Вот, то есть это все очень, такие достаточно серьезные моменты, как мне кажется. Вот, на этом, наверное, пока все, что я бы хотел вам сказать. Вот, на этом пока все, что я могу вам сказать. Вот, информация, информация, к сожалению, немного, а в себе вы предоставили, да? То есть хотелось бы немного больше. Вот, ну, в итоге, в итоге, конечно, что вы предоставили, что вы предоставили, что хотелось бы рассказать, что он сказал. Вот, 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 это понятно, это понятно, по принципу. Вот, на этом все, я хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам всего самого доброго, я надеюсь, что ситуация ваша самым лучшим образом будет разрешена. И я надеюсь, что, ну, что вы сможете решить свои проблемы, вот, ну, не затекивайте, обращайтесь, обращайтесь к психологу, так будет еще более эффективнее вам помочь, вот. Соперация давай. Соперация, бло-бло-бло-бenth Продолжение следует...